В основном развитие сейчас получила Альпийская деревня, как самая легкодоступная она была. И здесь предполагается низкоэтажное строительство. Московских гостей познакомили с ходом работ на площадке Белокуриха-Горная. Соглашение о сотрудничестве между правительством края и корпорацией Туризм РФ было подписано в ноябре прошлого года. Руководство корпорации уверено, что в новом туркластере можно развить так называемый бальнеологический курорт с использованием целительных сил воды, до 2000 номеров, в дальнейшем с перспективой роста. Мы приезжаем посмотреть на эту площадку. После этого мы приступим к следующему этапу. Это мастер-планирование данной территории. Мастер-план территорию захватывать будет в себя как финансовую часть, интересную для инвестора, так и градостроительную. Курорт планируют построить в едином стиле – зоной гостеприимства. Секачев уверен, что уже в 25-26 годах в Белокурихе-Горной появятся туристы, которые будут поправлять здесь свое здоровье. Напомним, новый курорт развивается за счет государственно-частного партнерства. Его суть в том, что за бюджетные средства строят инженерную и транспортную инфраструктуру, а частники вкладывают инвестиции в создание непосредственно туристических объектов. Все взятые на себя обязательства правительства Алтайского края выполняют. В площадке построены магистральные сети, все необходимые. В настоящее время за счет средств краевого бюджета ведется строительство внутриплощадочных сетей, сетей водоснабжения в частности. За счет федеральных средств в конце года планируют завершить вторую внутриплощадочную дорогу до горы Глухариное. Первую домишиной построили еще в прошлом году. В рамках совещания было отмечено, что власти региона заинтересованы в дальнейшем развитии туризма, в том числе и на площадке Белокуриха-Горная. В ближайшее время с московскими гостями планирует встретиться губернатор Виктор Томенко. Татьяна Голубева, Денис Толком.